Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Под Гомелем на трассе люди пытались потушить Мерседес, но пламя разыгралось так быстро, что не помогли даже огнетушители. Это произошло накануне в 15.30 на автодороге М5, недалеко от поворота на Ивановку. Потушить авто пытались проезжающие мимо автомобилисты, которые специально для этого останавливались. Но все попытки были тщетными. Даже работники, расположенные поблизости заправочной станции, не смогли сбить пламя. Хотя и прикатили на место ЧП огромный огнетушитель. Автомобиль сгорел за считанные минуты. Вез контрафакт через зону отселения, но все равно попался милиции. В Доброжском районе правоохранители задержали мужчину, который в своем авто перемещал нелегальный алкоголь. В салоне машины сотрудники правопорядка обнаружили коробки, а в них емкости со спиртосодержащей жидкостью. Всего 560 литров. Против перевозчика начат административный процесс. Штраф может составить до 2500 рублей. Спасатели смогли освободить гомельчанку из рабства кольца. Накануне в службу спасения обратилась женщина, которая сообщила, что из-за отека на безымянном пальце не может снять обручальное кольцо. Спасатели приехали по вызову и сделали это кусачками. К слову, в подобные ситуации женщины попадают довольно часто. В основном это происходит наутро. Если кольцо сидит плотно, то палец может опухнуть после долгой физической работы. В суд направлено уголовное дело против жителя Чечерска, который в феврале этого года отрубил кисти своей бывшей супруги. Все произошло на фоне чрезмерного употребления алкоголя. В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошла очередная ссора. Тот схватился за топор и отрубил своей бывшей кисть руки. А потом сам оказал потерпевшей помощь. Как сообщают следователи, руку перебинтовал грамотно, а кисть положил в морозильник. К врачу потерпевшая обратилась лишь спустя сутки, когда закончилось застолье. Ранее бывший супруг женщины неоднократно угрожал ей убийством, но она все равно с ним не расставалась. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Ему выставлен диагноз синдром зависимости от алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей бывшей супруги. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.